Добрый день! Сегодня сейчас поговорим о правилах заварки чая от Аллы Крониловой. Вообще говоря, это всегда очень интересно, когда кажется некий бессмысленный ритуал, который входит в чайную церемонию под заварки китайского чая настоящего, вдруг получает свое некое физическое наполнение. Значит, о чем пойдет по-просту речь? Мы знаем, что Алла Кронилова с группой со товарищей, то есть с авторов, утверждает, что обнаружили некоторые излучения, которые они назвали тепловым. Не очень понятно, о какой физической природе, которая распространяется от кавитационного источника, то есть от любого бака, в котором происходит кавитация, со скоростью порядка 50 метров в секунду, то есть достаточно медленно, с одной стороны, и с другой стороны, оказывается, что оно очень слабо задухает в воздухе, поэтому и его, то есть оно энергию может передавать на очень большие расстояния. Вот это странное явление, то есть вот это странное тепловое излучение, оно почему странное? Потому что теория, которой эти экспериментальные факты сопровождаются, выглядит совершенно неудовлетворительным. В самом деле, уравнение теплопроводности предполагает в себе такое понятие, как температура. Но понятие температуры твердо связано с определенного рода стационарностью, то есть тем, когда система приходит к бочманскому виду. Как только она приходит к бочманскому виду, то мы можем говорить о температуре. Если бочманскому виду нет, то есть какие-то процессы происходят слишком быстро, то по всей видимости о температуре мы не можем говорить, и никакое уравнение теплопроводности в любом смысле с релокационной задержкой или без релокационной задержки мы писать не можем. Вот так. Такие мои общие слова. Вообще говоря, я предлагаю называть подобного рода излучением, просто излучением корниловой. Тем более, что у нас уже есть Калифорния, Цехнова, Кулашова. Вот он тоже есть. И вот у нас будут теперь еще эти тепловые волны корниловые. Вот. Почему чай? А в чае есть некоторое правило. Вообще говоря, там следят за формой пузырьков и заваривают именно тот же самый момент, когда вода стала белой. Я в этом совершенно ничего не понимаю, потому что я завариваю чай обычно по старинке. Плеснул кипятка и все. И после этого происходят некие чудеса чайной черемонии. Обязательно вот этот чайник, маленький чайник, в котором заваривается чай, надо поднести и подержать возле другого большого чайника, в котором кипит вода. И специалисты удивляются, почему не наоборот? Почему к маленькому чайнику с заваркой не подносят другой чайник с кипятком? Ведь, казалось бы, их взаимное тепловое излучение должно быть в обоих этих случаях одинаково. Но теперь, благодаря аликорниловым, мы понимаем, почему, что здесь так. И утонченные вкусовые рецепторы настоящих любителей чая, по всей видимости, эту разницу уловили. В самом деле, если какой-то бак или какой-то чайник кипит на плите, это означает, что там в том числе идет кавитационный процесс. Раз идет кавитационный процесс, то следует ожидать наличия некоторого дополнительного излучения, в определенных случаях, которые вот только что мы назвали тепловым излучением корниловой. И, по всей видимости, оно каким-то образом может воздействовать на чай, который находится у нас в заварочном чайнике. Так что, если у кого-то есть утонченные рецепторы, или вы меня сегодня слышите, вы можете поставить этот эксперимент. Воспроизвести чайную церемонию. То есть, обязательно обратите внимание на два момента. Момент, когда заварочный чайник не подносим к какому-нибудь к кавитационному баку, и другой случай, когда мы подносим к кавитационному баку. Но, к сожалению, мне это, наверное, надо сделать, у меня будет, наверное, кастрюлька, потому что чайник у меня, как у всех сейчас электрический, и вот этого замечательного кавитационного эффекта получить не удастся. И, с другой стороны, у меня нету настолько качественного чая, с которым стоило бы работать, имея подобного рода изыски. Вот я обращаю внимание всех окружающих на подобного рода эффекты. Мы должны понять, что таким эффектам и свойствам в мире нет конца совершенно. Я уже часто привожу этот пример, это Елена Борисовна Переслегина, про некоторого хирурга, у которого больные выживали, а всех остальных, кто про средневековую воду, а те, кто ему пытались подражать, у них все умирали. По той простой причине, что хирург занимался совершенно бессмысленными вещами. Он молился и держал накануне операции свои руки и свой инструмент под холодным водопадом. Здесь тоже точно так же. Вот этот, казалось бы, бессмысленный эффект, связанный с заваркой чая, с поднесением заварочного чайника к кавитационному баку, тем не менее, получил свое некоторое объяснение. Также, точно так же, после работы, ну, в основном, Блеза Паскаля, стало известно, что кипячение, как таковое, оно убивает микроорганизмы. И холодная вода их тоже убивает. Поэтому стерилизация инструмента хирургам помогает. А до этого считалось, что никакая мелкая жизнь, которая является источником всех наших заболеваний, в первую очередь, нилостных, она как бы невозможна. И здесь точно так же. Казалось нам, на сегодняшний день, что бессмысленно, что подносить. Заварочный чайник к чайнику с водой, или чайник с водой к заварочному чайнику. В любом порядке. Но, казалось, разница есть. И разница эта состоит в кавитации. Вот такое у меня маленькое наблюдение. Спасибо.